я вас категорически приветствую уважаемые танкисты у микрофона сноуфлекс и сегодня я хочу с вами разобрать такую машину как т110 е5 почему я решил разобрать этот танк во первых мне подписчик прислал офигенный реплей на этом танке и я такой подумал блин этот штанг его же изменили очень довольно сильно в патче действие думаю почему бы не разобрать да и давайте-ка разбираться в общем машина реально кардинально изменилась точнее концепции игры на этом танке не поменялось но изменений довольно таки много то есть изменение я вам зачитаю какие были если вкратце говорить то забронировали башню как видите нлд стала слабее влд чуть-чуть тоже забронировали но все равно с чифа вот даже пробивается но я вам так скажу в динамике сражения очень тяжело пробить этот танк если вы находитесь с ним в клинче несколько раз я выкатывал эту тачку шел в клинч с противником и реально противнику было тяжело выцелить да есть слабые зоны безусловно тот же лючок те же щеки если заряжать голду но опять же щеки уже не так уверенно пробиваются как они пробивались в патче 10 2 поэтому здесь довольно спорный вопрос но мы сейчас с вами разберемся и посмотрим уже непосредственно бой офигенный бой так что давайте немножко перемотаем значит друзья внимательно смотрим снаряжение ставим адреналин 2 ремки сто процентов 2 ремки потому чтобы укладка является слабой ахиллесовой питой условно этого танка поэтому сто процентов 2 ремки редите по амуниции но я ставлю обычно 2 колы 2 колы и улучшенное топливо знаю ребят которые ставят и усиленную навесную защиту чтобы хпшки увеличить танку я считаю что для меня лично важнее все характеристики машины нежели чем хпшки можно конечно вместо одной колы маленькой поставить еще и защитный набор но опять же я не любитель и не приверженец таких решений тут уже смотрите сами вариантов много я лично катаю вот с таким с таким с такой амуницией смотрите боекомплект все стандартно пробитие на голоде хорошая поэтому 12 гол дишка я думаю вполне хватит если не уверены можете поменьше бы башек зарядите побольше голды по оборудованию обязательно ставить орудийный досылатель чтобы увеличить ваш дпм обязательно ставить усиленные приводы наводки сведение здесь хорошее 2 и 6 секунды получается поэтому я лично рекомендую вам его бустить защитный комплекс улучшенную сборку ящик с инструментами но здесь в принципе все по стандарту как и на всех практически танках улучшенная оптика подкрученные обороты двигателя и систему подачи снаряжения значит ребят давайте-ка перейдем с вами непосредственно к изменениям сейчас я вам продемонстрирую через захват экрана что с ним сделали смотрите в целом что поменялось танку далее выше дпм давно мы этого хотели давно мы этого просили потому что танка была люто долгая перезарядка если я не ошибаюсь там что-то в районе девяти и шести секунд при альфе 400 этого господи мне аж прям страшно вспоминать это но теперь перезарядка стала быстрее по моему 8 и 4 теперь перезаряжается то есть перед дпм увеличили бронепробитие немножко уменьшили но опять же уменьшили на ббшках с 258 до 254 на галде и на фугасах бронепробитие стали убрали динамическую защиту для меня это не критично лично я динамическую защиту практически никогда не возил скорость поворота башни увеличили аж на два градуса что очень неплохо проходимость по грунтам также увеличили то есть машинка теперь быстрее набирает свою максимальную скорость что есть хорошо конечно же по касаемо брони в общем тут довольно интересно броню нлд уменьшили со 108 до 8 97 броню влд уменьшили также с 254 до 211 что как по мне конечно грустно грустно довольно таки но смотрите броня верхней части влд уменьшена также с 211 211 до 186 в общем здесь все уменьшают можете сами увидеть но увеличивают бортовую броню башни то есть 127 до 140 лобовую броню башни увеличивают так это бортовая была здесь лобовая броня с 203 до 258 то есть делают концепцию игры на этом танке от рельефа потому что углы здесь есть броню крыши башни также увеличили до 84 миллиметров щек башни увеличили со 178 до 203 сказать что стало лучше лично я считаю что да стало лучше потому что конечно сейчас на первых парах противники по привычке стреляют в башню рядят голду и не пробивает туда в клинче этот танк стал играться определенно лучше и это кайфово то есть можно от у венов отыгрывать либо агрессивно идти в клинч что приятно но не забывать все равно про свои уязвимые зоны то что влд стала пробиваться да я кстати в начале ролика упомянул то что влд забронировали но видите я немножко ошибся все-таки влд тоже как бы порезали дпм 2 878 что конечно же все равно является не самым лучшим показателем на уровне то есть видите большинство топов имеет куда выше дпм пробитие 254 тоже не лучший показатель но в целом адекватный кстати обратите внимание у вк 90 0 1 аж двести семьдесят пять пробой на ббшик что-то много как-то альфа 400 так перезарядка 8 и 3 получается как раз секунд сведение здесь хорошая точность тоже отличная увн и минус 8 да это конечно не минус 10 это минус 8 но в целом неплохо вот знаете разработчики вот если вы делаете такую концепцию от игровки от увн то дали бы хотя бы этому танку минус 10 потому что влд пробивается нлд пробивается башня тоже при желании может пробиться и вы ему еще и оставляете такое такие минус 8 увн как бы тот же чип вот минус 10 я считаю что минус 10 этому танку вполне заслуженно можно было бы дать ну ладно скорость 42 километра но я вас уверяю эту скорость он очень быстро набирает ребят танчик реально довольно шустрый быстрый скорость поворот на месте 25 градусов конечно и самый лучший показатель но в целом тачка реально бодрая если говорить объективно в общем ребята то что касаемо характеристик не будем долго на этом зациклить внимание давайте-ка посмотрим с вами реплей который прислал мне подписчик на этом танке реплей бой сыгран в нубке получился довольно интересным и как по мне показывает много положительных сторон этой машины кстати у нас парень играет на доп хп то есть у него стоит большая кола большое топлива и доп хп видите ну то есть каждый играет по-разному сам бой ошибка сильно обсуждать не буду давайте-ка просто с вами поговорим в целом как этот танк играется сказать что танк играется лучше чем в 10-2 ну скорее всего да тут я соглашусь потому что танку реально нужно было апать дпм перезарядка 84 83 секунды это куда лучше чем было 9 и 6 и так далее потому что танку очень не хватало дпм а сказать что этот танк будет метовом и играться большинством танкистов то есть прям ребята будут весь патч на нем катать я не уверен потому что танк остался со своими минусами какие минусы ну во первых добавились минусы такие как слабые нлд влд то есть танки спокойно вас могут пробивать в эти зоны до боеукладка никуда не делась то есть в боеукладку здесь попадая в каток вам постоянно будут убивать боеукладку это болезнь этого танка поэтому как бы так и опять же вроде как частично проблема с дпм им должна была решиться она частично решилась но все равно если брать объективно то вас любой тт 3000 плюс дпм он вас перестреляет и вы ничего с этим не сделаете тот же чифтейн тот же вы за 113 вот схватки если вы будете один на один они конечно же вас перестреляет но опять же как часто вы играете вот в таких вот стопроцентных условиях один на один как по мне это происходит крайне редко и игра то больше все равно командная но все равно неприятно да когда есть возможность там по пвпшится с кем-то вы держите в голове то что вы можете это пвп слить чистый за из-за дпм в общем смотрите наш боец один в четыре остается ситуация лютая как обычно у нас с вами по-другому быть не может герой красавчик красавчик реально так выцеливает очень грамотно кидает в лючки по яге яга едет в упор и смотрите яга едет в клинче такая вот орудием танкует наш боец в щеку добивает благо пробой хороший на голде там бабаха целит справа как-то не пробивает и 75 и 75 и это конечно тот еще товарищ друзья это крайне интересный боец этого побоище дальше вы тоже увидите забавные с ним моменты cc-шка видите вкатывает 75 все-таки пробивает кстати выбивают боеукладку нашему герою но и сразу чинит поэтому я вам говорю ребят возите с собой обязательно две ремки это сто процентов так cc-шку наш герой крутит и 75 и не пробивает я не знаю как он умудрился не пробить куда он попал потому что как бы был бы была довернута башня к систем спятому именно бортом или бортом как правильно вот корма как бы и бабаха вот и смотрите бабаха есть и все казалось бы гагая все до свидания тут наш герой перекрывает своим дулом дула бабахи бабаха соответственно не пробивает короче цирк да и только ну давайте все таки какой-то вывод по танку сделаем 75 как вы поняли особо проблем не доставит там ему чтобы выцелить герои это я не знаю что нужно сделать в общем страха нет и 75 едет вперед выводы по танку танк безусловно крутой танк играется определенно лучше чем 10 2 это не кактус это интересная машина но опять же эта машина как по мне ну никак не для новичка она бы была для новичка если бы она танковала хотя бы влдшкой и не имела бы такую криту и масть новичок просто мне кажется будет жестко на ней сливаться новичку нужны танки которые способны прощать ошибки такие как из 7 такие как е100 но эта машина подойдет то среднему игроку вполне себе в общем ребят не знаю как вам мне лично конечно тесту 10 и 5 понравился 9 с половиной тысячи урона наш герой накидал самому статистику покажу мастера взял не знаю как вам ребят но мне лично есть 75 о есть 75 прошу прощения тесту 10 и 5 нравится и я наверное буду на нем периодически поигрывать лично для себя потому что танк прикольный танк необычный мне кстати на нем по моему 3000 до 3100 боев мало процент побед небольшой в общем ребят танчик крутой пишите обязательно свое мнение по этому танку в комментариях как вам вообще в целом обзор что добавить что убрать обязательно пишите делитесь информацией я приму сведению и буду улучшать как бы дальнейшем подобные обзора общем взять подписывайтесь ставьте лайк и пишите комментарии все ребят не задерживаю до скорых встреч пока пока